Здравствуйте, друзья! В эфире Первое литературное телевидение. С вами ведущая Елена Албул и очередной, четвертьфинальный, выпуск программы «Турнир поэтов». Сегодня у нас в студии Юлия Шокол. Она из Австрии посылает нам привет. И Ростислав Русаков. Вот он, собственной персоной, здесь. Итак, Юлия Шокол. Юлия Шокол родилась на Украине. Два года назад переехала в столицу Австрии – Вену. По первому образованию филолог. Сейчас учится на переводчика. Рабочие языки – английский, немецкий, испанский. Публикуется в поэтических альманахах и на литературных интернет-порталах. Неоднократно становилась лауреатом литературных конкурсов и фестивалей. Автор представлено редакцией программы «Турнир поэтов». Ростислав Русаков. Родился в Луганской области, вырос во Владимирской, живет в Подмосковье. По образованию химик-технолог. Работает учителем химии в классической гимназии. Преподает робототехнику в Доме культуры Подольска. Пишет стихи и ведет читательские встречи в Москве Владимире Сергиевом Посаде. Публикации книг пока нет. Лауреат литературного форума «Осиянное слово». Победитель первого молодежного слэма «Москва-Владимир». Суперфиналист чемпионата поэзии имени Маяковского. Автор представлен членом художественного совета программы «Турнир поэтов» Игорем Бирюковым. Ну что же, дорогие гости, здравствуйте. Здравствуйте. И прежде всего я хочу спросить у вас вот что. Вы четвертьфиналисты, это уже невероятная удача, это успех. Скажите, вы планировали свой выход в четвертьфинал? Или это для вас приятная неожиданность? Юлия. Я бы сказала, что это была для меня скорее приятной неожиданностью, потому что я ничего не планировала, просто записывала видео, выступала. А там уже как карта ляжет. Карта легла, хорошо. Да, четвертьфинал. Понятно. Ну а вы, Ростислав, что скажете? Ну я первую подборку составлял так, чтобы она была цельной и могла являться какой-то точкой, если я вдруг дальше не пройду. Но при этом, конечно, готовил мысли на другую подборку, чтобы как-то с другой стороны немножечко поменять ракурс на свою поэтику для зрителя. Так, то есть Ростислав у нас показал более дальновидный подход. Скорее, это привычка сознания уже, да. Привычка сознания. Юлия, но у вас ведь тоже, наверное, в кармане там козырь-то есть? Не может не быть, правда? Не есть. Есть, безусловно. Так, второй вопрос у меня такой. Читаете ли вы комментарии, которые оставляют ваши зрители, ваши поклонники, может быть, не очень поклонники, на страничке турнира поэтов, там вот где были ваши выпуски? Юлия, что скажете? Да, я прочитала все комментарии, очень внимательно с некоторыми соглашалась, с некоторыми не очень, некоторые вызывали у меня огромную волну благодарности. И вообще это было очень интересно, как меня люди воспринимают со стороны, даже не меня, а скорее мои стихи. Так что это было очень познавательно. Так, ну а что нам скажет Ростислав? Я держался до последнего. Очень всегда хотелось подглядеть, как это в режиме реального времени происходит. Но все-таки люблю читать и стихи подборками, и комментарии люблю читать подборками. Поэтому, когда все закончилось, просто сел, выдохнул и прочел комментарии к стихам соперника, к своим стихам. Там еще набежали на самой страничке к записи, к подборке, которую выложил. Все это было очень интересно. Но ответить на комментарии под видео я не успел, а под подборкой отвечал. Понятно. Ну, я по своей сложившейся уже традиции подобрала тоже комментарии. То есть подборка тоже такая получилась. Да. Может быть, наши зрители, ну, если читали, то забыли. А кто-то, может быть, и не смотрел, не читал. Вот посмотрим, как в этих комментариях откроются нам Юлия и Ростислав. У нас ведь, понимаете, не только поэты в студии встречаются и, ну, как ни крути, соревнуются все-таки. Да, все равно это соревнование. Вот. Но там за кадром остаются, во-первых, те, кто их рекомендовал. Во-вторых, их фанаты, да, поклонники. В-третьих, те, кто хочет, чтобы выиграл другой, да. Вот. Они тоже каким-то образом друг с другом соревнуются. И вот что у меня тут получилось. Итак, Юлия Шокол. А Юлия пишет Евгения Баранова. Никто не будет, да. Можно сказать, главред журнала «Форма слов». Яркий, сформировавшийся автор. Вот так выглядит Юлия в комментариях Евгении Барановой. Ну что же, а вот, пожалуйста, надежда бесфамильная. Тоже никто-нибудь, а победитель турнира поэтов говорит о Ростиславе так. Рада этому открытию. Сколько воздуха в стихах, сколько силы человеческой. Один-один пока, да. Так, снова переходим к Юлии. Теперь комментирует Елена Новичевская. Язык ее стихов будто сам ведет ее дальше по смыслу, а какому она и сама не знает ни в начале стихотворения, ни даже в конце. Но Елену это очаровывает, тем не менее. С мужской прямотой Елене Новичевской отвечает Владимир Курков. Он говорит о Ростиславе так. Автор понимает, о чем пишет. Чувствуете вот здесь вот, да? Да. Какая разница. И тут же помогает Юлии Шокол Игорь Попов. Он говорит так. В стихах Юлии Шокол есть о чем поразмышлять умному человеку. Так, что нам ответит команда Ростислава? Здесь сильная карта. Это Игорь Бирюков, собственно, тот, благодаря которому мы здесь и видим Ростислава. Игорь говорит так. «Ростислав восхищает меня своей внутренней сосредоточенностью, способностью слушать и слышать, желанием дойти до самой сути». Здесь Игорь подтягивает к себе еще, да, пастернака, да, вот так вот с этой самой сутью. То есть, в общем, так чуть-чуть неспортивно получается. Какая драматургия у вас вырисовывается. Ой, ужас, да. Ну и последняя, последняя парочка у нас получилась такая. Это пишет Елена Йост-Ясюнина. Елена пеняет вам, Юлия, за то, что вы подборочку в первом круге не выложили. И не только Елена об этом говорила. Я, кстати, обращаюсь к вам, друзья, вот наши участники, да, ведь впереди еще полуфинала, там и финал. Выкладывайте свои подборки. И участники следующего года, обязательно выкладывайте их, потому что людям трудно голосовать, они хотят видеть ваши стихи. В общем, Елена тут ругается на вас, Юлия, и говорит так. Поведливо. Больше мне понравились стихи, которые не звучали в турнире. То есть, чувствуете, какой зритель, да, она не просто посмотрела передачу, она пошла. Прочитала все. Да, и прочитала все. В них Юлия меньше изощряется, экспериментируя со звуком. Читать эксперименты еще получается, но вот слушать, слушать ей было трудно, поэтому она и пошла читать ваши стихи. И тем не менее, много пронзительных стихов, но до них нужно докапываться, читать и вычитывать. Так что подборки и еще раз подборки. Так, ну и вот, что вы думаете, Ростислав? Ну, меня задело... Нет, 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 просто ваш в огород тоже летит камень. А, в плане подборок? Нет, нет, не в плане подборок. Ну, мне же нужно было найти критический отзыв, да? А, ну, конечно. Я нашла, да. Слушаю. Вот, это Александр Пахоменко. Он сказал так, тоже можно сказать с мужской опирамотой, да? С Есениным рядом не стоял. Но читает душевно. Могу, конечно, еще много эпитетов написать, но как бы не перехвалить. И тут же он не удерживается и добавляет. Я думаю, что этот человек достоин быть одним из первых поэтов нашего времени. О, какие у вас, какая у вас команда. Вот это вы негативный комментарий сюда брали. Ну, какой есть, я решила его не обрезать. Так что Александру Пахоменко вы, можно сказать, обязаны. Вот, друзья, на самом деле, действительно, очень интересно было читать комментарии. А в этом году они просто великолепны. Многие оставляют целые трактаты, сравнивают не хуже критиков стихи. Поэтому я думаю, что после вот четвертьфинального раунда мы тоже прочитаем очень много интересного. Юлия, скажите, вот что вас поддерживает на пути, на этом нелегком пути по турнирной сетке? Наверное, комментарии поддерживают те люди, которые зашли ко мне на страничку и прочитали мои стихи. Они им понравились или не понравились. Но они нашли для себя что-то особенное, то, что им пришлось по душе. А вот вы сами что-нибудь из этих комментариев, вот именно практическое, не только воодушевляющее, а вот какие-то практические моменты вы услышали, увидели? Думаю, в некотором смысле да. Мне нужно еще все это осмыслить и буду воплощать на практику уже в будущих стихотворениях, я думаю. Понятно. Ну а вас, Ростислав? Что касается комментариев, конечно, они тоже помогают. И вообще другой взгляд, взгляд другого человека на стихи, он иной, какой-то другой ракурс имеет. Поэтому, конечно, прислушиваюсь и даже сегодняшнюю подборку составлял, опираясь на некоторые комментарии, оглядываясь на них. Да? Ну вот это здорово. Чувствуете, друзья, да, насколько важен ваш взгляд, выраженный словами в комментариях? Ну вот, мы дошли до самой волнующей минуты, это жеребьевка. Юлия, вы далеко, ваша рука не дотянется, рукавены вот сюда вот к нам, да? Виртуальная рука. Да, поэтому давайте я буду вашей рукой, другого выхода у нас просто нет, но для чистоты эксперимента, да, для непредвзятости я просто вот отдаю вам, Ростислав, да. Можете так вот повертеть книжку, чтобы я уже не... да, да. А я буду вот за вас вынимать все, да. Юлия, только не обижаться, да, если я вытащу не тот номер, который бы вам хотелось. Вот давайте вот этот. О, номер один. Подходит? Подходит вообще, замечательно. Замечательно подходит, ну, прекрасно, ну, у вас вот два. Ну что же, итак, друзья, свою подборку будет читать сейчас Юлия Шокол. Чёртовсполох И не души вокруг, но заполошно Кричит моя душа чертоположья И потому не слышно ни черта Мой муравьиный Брайль здесь не читаем Забрасываю не в эту невозможность Вытаскиваю нежить, нежность, нож, но Мы проходящие не переходим И домотечества не сладок не сладим И чем мертвеет и живет живица По Кожаковскому не сладко спится Внутри у птицы Дрожит под крылок пятисложные ям Чешуйчатая жажда бытия Где немота похожа на икоту И тянется от Якова к Федоту Ко всякой прямоговорящей твари С моим лицом траворастущими словами Голод о море Вот я качаюсь с пятки на носок Вот колосок себя в руках несет С таким лицом упругим, словно шаг С такой беззвучной музыкой в ушах Что в переводе горький земляной Не миет и не модствует, не мой Уже давно ни хлеба и ни зре Хлебнувши горе, не успев созреть Несет себя и голод коварит Внутри него сжигает словари Неожегова Жажды и огня И слов рожденных впереди меня И сложенных в земной пустой живот Откуда прорастает и живет Не голосок себя несущий, как Огромный полыхающий маяк Но человек страданию сродни Из корневого света и крови Всего, что не случилось ни с тобой Ни в этой жизни, ни в какой другой Крестоносец И кто-то шел, разбитый на шаги И дождь стоял на мостике Прогиб и али-оп в текучем позвоночнике А человек прошел, потом закончился И вместе с ним закончилась вода Такая макроносая, не дать, не взять Простуда и волнение Ковчег качается Вовне, во мне ли он И в ливневом огромном и чужом Себя изжить обжив, скользнуть ужом Какая жатва или, может, жажда тут Напиться и войти сюда отважиться Чтоб дважды в реку Свет, одно дыхание И дождь идет измученный, израненный Уже не дождь, и пить не просит рот И крест не знает, кто его несет Из цикла «Зверотрава» Если будет война, я осталась на «Е» Перед бездной звучащего на По губам молочая, пойми, прочитай Чья замолчанная вина Если длится война, виноградный побег Самым первым ложится в снег А дуванчик взлетает, не чуя ног Безголовый мученик легок пух Санитар-подорожник помочь не смог Потому что лишился обеих рук То есть листьев, конечно, мы хвойный трог Лишь зеленая кровь вокруг Не бы вровень с этой живой травой И над мертвой тише воды стоять От того, что молчание не равно Нежелание вспоминать И умятый память еще свежа И крапивый язык острие ножа И дрожащий лист поглощает свет Выдыхает смерть Сон кувшинки, снящийся Мане Как разучиться взгляду Вымолчиться до речи Терпкого винограда смугу Изреют плечи Так далеко, что рядом Даже коснуться нечем Горьким своим, огромным, бесчеловечным Что за словами длится, не оставляя следа Словно на наших лицах Плечется слепок света Словно вода в копытце Так тяжело и слепо Выпьет одна мой братец Видеться после смерти Жизнь прошла незаметно Жизнь была не за этим Кувшинку на воде зовут Мане Качается под музыку извне Огромного невидимого сада Ей света нет И большего не надо Кувшинка превращается в кувшин Шипящий выдох Проверяй же ши Дыши И виноград неси в ладонях Он стал вином Он сам себя не помнит Но помню я И голос невесом И жизнь течет под веками Как сон Под каменными плотными веками Течет, течет Себя перетекает И человек Качание И свет И воздух В лепестках Которых нет И сущего Простой однофамилец И сон Кувшинке Что мане Приснилось Свою подборку Прочитала Юлия Шокол Ну а как видите У нас в студии Появилась Елена Пестерева Которая ждет Не дождется Начать обсуждать Эти стихи Но сначала Я все-таки Представлю ее официально Елена Пестерева Литературный И театральный критик Литературовед Культурный Обозреватель Поэт Переводчик Окончила МГУ Имени Ломоносова Литературный институт Имени Горького И аспирантуру На кафедре Новейшей литературы В Литинституте Статьи и рецензии Публикуются в периодике В том числе В журналах Вопросы литературы Знамя Октябрь Новая юность Homo Leggins Газете NGX Libris Елена Лори От премии Журнала Октябрь И все-таки Прежде чем Елена начнет Разговаривать о стихах Я скажу Елена, что мы Сегодня все-таки четвертьфинал Мы поговорили о том Что пишут наши зрители Наши комментаторы О наших авторах И я не могу не сказать Что и о наших критиках Они тоже пишут И у вас целая когорта поклонников Которая Благодарит вас За потрясающий Интересный Точный И поучительный Разбор Это так приятно Спасибо Правда приятно Знать, что Что-то делаешь Работа какая-то Она кому-то нужна Там есть обратная связь Комментарии просто колоссальные Настолько неравнодушные люди Нас смотрят Так что Это окрыляет Правда? Да Ну а теперь Переходим к стихам Здрасте, Юля Так немножко Отвыкла я За два месяца Не работала С людьми Удаленно И не очень Теперь как-то Привыкаю Увидеть вас Ниже в Юл А в экране Спасибо вам За подборку Она мне в целом Очень понравилась Своим В том числе Эстетическим Стилистическим Единством Как будто Уже Обнаружен Художественный Метод Ну Может быть Это сильно Сказано Ну Что-то такое Вроде того Обнаружен какой-то Способ Стихописания И вы Разрабатываете Его Такое у меня Сложилось Ощущение От подборки Я права Не права Да Вы правы В каком-то смысле Эти стихи Я написала Два-три года назад То есть И я могу сказать Что вот С них И началось То Чем я могу Себя Назвать Сегодня То есть Как-то Нащупывала Путь По которому Я буду идти Вот Два-три года Назад Нащупывали Сейчас уже На этом пути Сориентировались Как-то понимаете Что вы делаете Да В каком-то смысле Да И я пытаюсь Сейчас расширять Свой метод Очень Очень интересно Правда Очень интересно Куда расширять Как Какие горизонты Видите С чем планируете работать Ну как вы видите Из каких Из каких Этот художественный мир Частей должен состоять И что вы в него Пытаетесь добавить На чем он опирается Интересно Правда Поговорить немножко Про какие-то Мелкие мои Комментарии Нужно? Да Да Естественно Хорошо Первое стихотворение Чертов с полох И вообще Я сейчас Сразу скажу Что у нас В подборке Стихотворение С названиями Ну три стихотворения С названиями Такими Сложно-составными Чертов с полох Голод О море Ну из них Понятно Да Что слышится Второе звучание Про чертополоха Про голодомор И третье стихотворение Называется У Юлии Шокол Крестоносец Где под словом Крестоносец Понимается Совсем не то Что в первый момент Приходит на ум Читателю Я немножко Теряюсь И у меня Вот ваша подборка Размечена Такими плюсиками Местами Которые мне понравились И вопросительными Знаками В смысле Не плюсиками И минусами А одобрением И недоумением Каким-то Сомнением Да Каким-то Сложностями Вхождения В мир Муравьиный Брайль Меня очень Тронул Это как-то Понятный Такой Прозрачный Образ Действительно Эти точечки Похожи на Кругленьких Муравьев Таких На кусочки На кругленькие Кусочки Муравьев Сложное место Второй Страфы Вытаскиваю Нежность Нежить Нож Но Вы когда читаете Это слышно Что это Перечисление Что это Какие-то слова Из космоса Выдергиваются Вытаскиваются Из тьмы Там В достаточной Степени Случайные Неслучайные Но К сожалению Поскольку Они там Без кавычек И без знаков Припинаний Вообще Это Очень сложно Поймать С листа Я пыталась Понять Как бы это Что бы это Могло значить Без знаков Припинаний Вытаскиваю Нежность Нежить Нож Но Но Не приходит Ничего Не уверена Что это Удачное место Пока Жуковскому Несладко Спится Внутри У птицы Мне Очень Нравится Очень Жуковскому Жуковскому Не очень Ни тому Ни другому Да Но место Совершенно Конечно Федоминальное Мне Очень Нравится Просто Прекрасно Ко всякой Прямоговорящей Твари С моим Лицом Травой Растущими Словами Не понимаю Что про лицо Про траву И про слова Не понимаю В каких Они Синтаксических Отношениях Находятся Друг с другом А если бы Были запятые Не знаю Не знаю Не уверена Что мне стало бы лучше Не мота Тянется От Якова К Федоту Ко всякой Прямоговорящей Твари Здесь все очень хорошо Здесь все понятно А дальше непонятно Не мота С моим Лицом Или Тварь С моим Лицом Травой Растущими Словами В общем Я просто потеряла Именно Синтаксическое Управление А к финалу Стихотворения Ну как-то Его очень Не хватает Хочется же Чтобы финал Как-то все Собрал Показал Объяснил Не мота Относится К прямоговорящей Твари Вот И Вы думаете Что Не хватает Ясности Из-за того Что Отсутствует Пунктуация Нет Не думаю Просто По-смысловому Думаю Очень много Существительных И трудно Понять Как они Друг с другом Вязаны Прямоговорящая Тварь При этом Понятно Что большая Удача Несомненная И Звукопись Вот в этом Конкретно Фрагменте Мне тоже Очень нравится Тянется Якова Всякого Прямоговорящей Вот эти Она не везде Мне нравится В шипящих Она как-то Ну как будто бы Это такой Расхожий способ Звукописи А вы можете Более виртуозно Ее применять Поэтому В тех фрагментах Где она Строится На шипящих Ну скорее Скорее Не близко Голод о море Очень рискованная Тема У стихотворения Про закон О трех колосках Про голодомор Про Просто голод Период Военного Времени Революционного Времени Очень рискованно Пытаться Совмещать С такой Просто С жизнью С названием Голод о море В смысле Ну Со словесной игрой Да Со словесной игрой И с такой Тоской По отпуску По отдыху По какой-то Ну А ну да С морем С просто морем Голод о море Да Ага Да Тонкий нюанс Оно так Первое ощущение Немножко шокирует Я пока Не знаю Хорошо это Или плохо Не знаю Даже нравится Или не нравится Скорее Удивление Такое В этом месте Про то Насколько рискованно Вы действуете Это осознанно Юлия Или Так получилось Наверное Это скорее Симбиоз Интуитивного И Того Что я действительно Хотела сказать Вот Но тело Голодомора Меня очень Трогает И насчет названия Мне просто было Страшно Назвать Дать название Напрямую Вот И моя бабушка Пережила Прабабушка Пережила Колодомор Вот И Вот Поэтому Эта тема Достаточно Тяжелая И страшная Вот И мне еще Кажется Что вот этот Страх Прямого Высказывания Немножко Замутняет Что ли Стихотворение Я не имею Ввиду Что нужно писать Только прямо Только ясно В таком Ну не знаю Трагическом Или победоносном Стиле Но если Не напоминать себе Читая текст Не напоминать себе Все время Про что он То тема Немножко Теряется К нам Приходит Ожигов Неожиданно И отвлекает Нас сильно А пустой Земной Живот Возвращает Безусловно Тему Да И Я даже Не знаю Как будто бы Вот Как будто Она как Не как Колосок Прорастает Из стихотворения А скорее Как дерево С большим количеством Ответвлений Сложенных В пустой Земной Живот Откуда Прорастает И живет Не колосок Но человек Ну нельзя Не получается Выкинуть Такую устойчивую Тему Про то Что человек Не умирает До конца Становится Набором Химических элементов На котором Вырастает Там трава И деревья Это способ Продолжения Жизни Здесь она У вас Зеркальная Такая Перевернутая Противоположная Такая Что не колосок Вырастает Из пустой Земли Человек Вырастает Потому что Это Способ Сохранения Жизни Но я не знаю Очень сильное Отвлечение Как будто Вот эта подзвучка Как будто Хотелось Чтобы была Тема И фон А получилось Сразу Несколько тем Это Очень любопытно Правда Очень любопытно Но сложно Сказать Однозначно И это Очень здорово Делайте так Всегда Такое Какое-то Двойное Ощущение Не колосок Себя несущий Как огромный Полухающий Маяк Вот Пытаешься Представить Образ Он же Визуальный И Как-то Честно читая Пытаешься Его сразу Представить Это такой Тоненький А вот тут Такой Пылая Полыхающий Маяк И вместо Колоска Видишь Цветочек Мака И непонятно Причем Он Зачем Он Крестоносец Который Оказался Некрестоносцем Некрестоносцем И кто-то Шел Разбитый На шаги Отлично Разбитый На шаги Мне как-то Так нравится Как он идет И каждый шаг Прямо Отдельно Такими Кусками Человек Прошел Потом Закончился Потом Закончился Просто Отлично Ковчег Качается Вовне Во мне Леон Вот этот Образец Звукописи Который Мне скорее Не нравится И Следующая Строфа Тоже Себя Обжив Исжить Скользнуть Ужом Какая Жатва Или может Жажда Тут Ну это Елена Требовательная Да Потому что С таким Звуком Это просто Это просто И Не знаю Какое-то Такое Как будто Хочется Испытывать Восторг И восхищение А тут Получается Что-то такое Сказать Мол Ну ладно Автор сейчас Делает так Он так Докажет сам себе Что он так умеет Делать И расслабиться Чуть-чуть Ну вот это Напряжение Звуковое Но сейчас Немножко натужно Вот я уже Я уже заразила Да-да Уже натужно Нет Ну а что ж теперь Ну если вот Пишется вот так Что ж теперь Этого избегать Это тоже будет искусственно Нет Ну да Это тоже будет искусственно Не избегать Но ощущение Что это временно И не обязательно Оно остается Что это не обязательно И временно Понятно То есть Обживать можно А изживать уже не надо Да Ну примерно так Да И крест не знает Кто его несет Вот здесь мне очень нравится Финал Да Такой перевернутый смысл Да И заодно Переворачивание Самой идеи Крестоносных войн Походов Крестоносцев Что в общем Да Крест я думаю Очень часто не знал Угу Не только кто А куда И зачем Угу Угу Зверотравы Прекрасные Прекрасный синтез Вообще Очень много травы Вообще Ботаники Много в этой подборке Зеленые крови Вот это Вот этого смешения Живого Во всех Чуть ли не в каждом Стихотворении есть Какое-то хочется спросить Вы вегетарианка? Нет Нет Просто рядом Ботанический сад Ага Ага Синтез моих Дорогих моему сердцу Авторов Типа Мандельштама И Заболоцкого Они как будто Как будто вместе здесь А еще мне вспомнился Дмитрий Стротцев С поэмой Звероносец Вера У него тоже много Такой Словесной игры Может быть вам будет интересно Не знаю Может быть Санитар-подорожник Помочь мне не смог Потому что лишился Обеих рук Это прекрасно То есть Листьев, конечно Это лишняя строчка Потому что мы поняли От того, что молчание Не равно Нежеланию вспоминать И как-то непонятно Откуда была идея Что оно как будто бы равно Это Это Опровержение Оно должно Должно здесь звучать Ну и Но молчание же Оно просто молчание Но не обязательно Нежелание Ну да Просто предыдущая строчка Тише воды То есть Как бы затихание И потом Противоставление Что это не означает Того Что все забыто В таком смысле А была идея Что молчание Должно означать Что все забыто Ну Ну в принципе Нет Я удивилась Здесь Ну Просто удивилась Здесь Какая-то Не знаю Неровность Или что-то Что-то вроде того Такое Ну что Отправимся дальше Да Дальше у нас Дальше у нас Еще диптих Да Сон кувшинки Очень красивый Очень красивый Диптих Может быть Даже он мне понравился Нет Я не знаю Мне сложно выбрать Какое стихотворение В подборке Мне понравилось Больше всех Что-то есть Хотела сейчас Его назначить И тут же Осеклась Подумала Что нет Нет Что происходит Тут у нас В первой строфе Так далеко Что рядом Даже коснуться Нечем Горьким Своим Огромным Бесчеловечным Я потерялась Чем Бесчеловечным Горьким И Не обязательно Там должно быть Написано Чем именно Но как-то Должно Из контекста Что ли Следовать Или из интонации Следовать Должна быть Я бы хотела Чтобы у меня Была возможность Угадать Чем бесчеловечным Огромным И горьким А как будто Вы мне Не оставили ее Смутил меня Слепок света Сначала я подумала Это не очень хорошо Плещется Слепок света А потом подумала Да ладно Хорошо Ну потому что Пятно же Пятнышко же Это же Ну не слепок На самом деле Он же не плотный Если плотный То он не Плещется Так Ну а что Привело к тому Что все-таки Вы примирились Со слепком Просто поверилась Автору Поверилась Автору Я как-то Смирилась Так подумала Да ладно Делайте что хотите Слепок Ну тут же еще Понятно Что автор Купился на звук На этот Плещется Слепок света Это же Он же тоже Так потянул За собой Как на ниточке Автор Повлекся Тоже так Как на ниточке Ну ладно Ну слепок Ну в принципе же Красиво Красиво Понятно Понятно Поэтично Поэтично Че еще надо Ну Такое Финальная Острофа Очень мне нравится Жизнь прошла Незаметно Жизнь была Не за этим Правда Мне очень нравится Здесь Кувшинка На воде Кувшинку На воде Зовут Мане Качается Под музыку Извне Огромного Невидимого Сада Музыка Извне Сада Музыка Из сада Но Извне Относительно Того места Где качается Кувшинка Картинка Распалась И Утрата смысла Со мной Произошла Вот прям Послание Само авторское Послание Я здесь Потеряла И считаю Что должна Вам об этом Сказать Главное Честно Все остальное Хорошо Во второй Во второй Части Несмотря На китайскую Эту древность Про то Что кому Снится И что Как Называется И в целом Про подборку Про стихи Которые Я В ней Нашла Я сказала Бы Что они Удивительно Живые И Дышащие Как будто Слышно Вдох И выдох Стихотворения Это редко Бывает Чтобы Вот прям Текст Дышал И Ритмично Дышал Как живое Существо Это Очень здорово Юлия Ну вот Теперь Теперь Скажите Все Что вы Об этом Думаете Вообще Я прислушаюсь Обязательно Вот Насчет Стихотворения Голодомор Мне кажется Мне оно слышится Таким Полифоничным То есть Это не только Один колосок Это много Колосков Вот Это человек Который Вырастает Из этой Земли Вот Это Маяк Это Надежда Вот И вообще Оно такое Перетекающее Одно в другое Вот Ну И я Принимаю И понимаю То что Оно может быть Непонятным Кому-то Вот Но Для меня Оно в таком Виде В каком Оно есть Оно кажется Естественным Важнее Сейчас Говорить Так как Хочется Говорить Чем Быть Понимаемой Да В этом смысле Да Ну И отлично Мне кажется Полифония Это вообще Главный Термин Который Мы бы Могли Употреблять Применительно К этим Стихам Да Потому что Они все Прорастающие Такие фрактальные Такие Они расползаются Расползаются При этом Они собраны Они вот Не расползаются Но так Что мы видим Их Ну Фрактал же Тоже не разваливается Ну Хорошо Это слово Какое-то Непоэтичное Вот полифония Гораздо Мне кажется Лучше Здесь звучит Хорошо Уже фрактал Вообще Какое-то ругательное Там тоже есть Так Ну Я думаю Ростислав Уже заждался Своей очереди Наверное Он завидует Вот такому Разбору Подробному Так что Нам придется Постараться И во второй серии Юлия Огромное Спасибо вам За участие Впечатляющая Подборка Я уверена Что у вас Еще много Интересных Стихов Потому что Несмотря на то Что вы не сказали Что вы рассчитывали Силы до финала Но мы это понимаем Да Что Что про вот это Было сказано Что это два года назад Написано А ведь автор Автор осознанно Идет по своему пути То есть В полуфинале То что год назад Написано А в финале Вчерашний Вчерашний день Я думаю Что сегодняшний Сегодняшний Да Хорошо Так что Мы вам желаем Всяческих успехов Ну и ждем Теперь Ростислава Удачи Заветный зверь Или хвои Медленно крадется При этом Сам на месте Остается Как в зеркало Глядит в мои глаза Себя узнать Пытаясь И сказать Хоть слово Но в древесном горле Как стрелка От часов Заноза колет В его зрачке Ребрится Желтый лист И вдох его Глухой Ни вверх Ни вниз Я удержусь Я не моргну Постой Но вижу только лес Перед собой Ворон Когда я гляжу На бельмо твое Где же ты ворон Черноплодом Обратной луны Наполняешь глазницы Проявись На магнитной бобине Сверкающей спицей Из прогорклой Ночи Обескровленной Вспоротым горлом Уграненные Крылья твои Ни под землю Ступени ли Ни раскадров Колеса Бли Размах твой От гидры До девы Кого отведешь ты Хитоном И гиду Надев И какие Гудят в этой тяге Ручьи Преступлений В наконечник Стрелы То ли клюв То ли ключ Раздвоив Ветер В перья Впитав И светящейся Тьмой Выдаваясь Ты Полета Полет Опаленный Ладья Дуговая И Бликуют В ночи Теневые Подтеки Твои На шнуровке Колчан Ты Нутром Наизнанку Разбросан Из распятия Сплавлен Друидским Туманом Кален Сам себя В арбалет Нагнетая Упрямым Вопросом Что ты Знаешь А завтра В рассвет Прорастая Белесой Что споешь А вчера На кефаре За ясным Крылом Дикобраз Кто тащит Глазницы На крылышках Пазух Зевком Выдувая Реторту Тот взвоет Ошпарив Голодную Морду Обратным Прыжком Дикобраза В нелепой Попытке Прочесть Непроявленный Лист Подклепанным Трепетом Сонным Мерцая Как вирус Как бабочка Перетасован Посадит Занозой Строку На каждом Из собственных Лиц Как в память Булавочкой Крепят Гримассу Последнего В жизни Испуга Так спрячет Узор Воспаленный Ладонем В угол Но видит Колючую Спину Иди Как в крыжовник Опасный Сочится рука Чтоб сонную Ягоду Дернуть Порвав Пуповину Кто плачет Смотри на ладонь Ведь ты сам Себя вынул И лает Нистовый Зев Куста О, зачем Ты меня Поругал Очнись Это только Видение Это не ты И не он И не я Освещает Прозрачный Зевок В отражении Щурится Кактус И бьют Из него Снова Иглы И каждая Строчит Конву Темноты Снова Ширится В сердце Шиповник И пухнут Репьем Глаза И лицо Словно Бабочка Светится Славящей Фразой Из пустого Листа Как из шкуры Шипы Дикобраза Вырастают И крепнут Из образов В образа Инклюс Так называют Включение Насекомых В янтарь Как в затоне Вода Задыхаясь На сумрачный Воздух Остывает В зрачках Обнимающей Ветви Росы Так Паучьи Глаза Затаившись Бликующей Гроздью В темном Теле Дрожат Что трава От вечерней Грозы Кости Сосин Скрипя По верхам Расцарапали Небо Грузный Грохот Блеснув Корневище Мугрюм И смущен Разбиваясь На капельки Тлей Замолкает И немо По смолистой Коре Пробегает Незримым Ручьем В этой вспышке Холодные кроны Деревьев Мгновенные Как морские Волы Только в полую Глубь Просочась Звук Свернулся Клубком Под сосной В золотой Муравейник Там не слышно Во тьме и тепле Зарождается Связь Душной Прелости С тонким Хитиновым Слоем И древней Беспробудной Как птичьи Останки Ничьей Головой До макушки Набитой Иголками Сосин И елей До бессмертия Наполненной Памятью Меловой Круглый Череп Светящийся Выдохнет Первое Слово Что не сказано Раньше Янтарный Придушенный Стон Бьется К свету Наружу С отчаянием Мотыльковым Это С той стороны С этой Пальцы Стучаться В смартфон Прозвучала Подборка Ростислава Русакова Елена Ну вот В первой Подборке Юлия Шокол У нас был Растительный Мир Здесь у нас Мир Животный Мужской Такой Мир Что вы Скажете Такой Я вижу Карты На столе Разложены Да Вполне Удивительный Мир Из Я не знаю Из немецкого Романтизма И Елены Шварц Такой Сотканой Так все Волшебно Это уже удача Волшебно И удивительно Что-то у вас там написано Такое прекрасное Что вы ответственно Пишите Теперь И как-то Понимаете Что вы делаете Зачем Видите цели Ощущаете смысл Расскажете Как вы себе Ну Все целиком Точно не успею А вот В общих чертах Да Но это Наверное Сказывается Образование Технолога Химико-технолога Вот И Я понимаю Что даже В рациональном Процессе Чисто головном Присутствует Очень серьезная Доля Бессознательного И Переношу это На стихи На написание стихов Все-таки Можно Создать Какую-то Рациональную Матрицу Какую-то Структуру Продумать Стихотворение Какие-то Драматургические Колена Выверить Чисто головой Чтобы что было А наполнить их Наполнить их Чисто бессознательным Которая Ну Удивительным образом Открывает что-то В ответ То есть Задавать вопрос Бессознательным Чтобы получить Что должно получиться Вот это Идеальное стихотворение Должно получиться Я думаю Что это вот Как круги Эйлера Вот эти вот Три окружности У которых есть Пересечение А есть пересечение Всех трех окружностей И Сознательное Бессознательное Подсознательное И в нем Вот это вот Само стихотворение Чтобы оно получилось таким Что получается Это другой вопрос А чтобы оно получилось таким Это в смысле Каким Я поняла Я поняла Что вы будете Использовать этот метод И у вас на пересечении Этих кругов Вот тут вот Появится тот текст Который Вы будете Что любить Хвалить Стремиться к нему Достигать Считать Что это новое слово В литературе Какое Это какое для вас Будет стихотворение Оно мне будет нравиться Ага Пошел допрос С пристрастием Я вижу Я думаю Что вот это Я буду удовлетворен А уже родилось Такое стихотворение Хотя бы одно Вот так Чтобы вы сказали Точно Вот круги пересеклись Это оно Да Оно здесь есть Да Ага Мы угадаем Не будем спрашивать Да? Не надо спрашивать Нет, мы не будем Спрашивать Не будем спрашивать Зачем Сейчас мы подумаем Немножко Сейчас мы немножко подумаем Такое немножко Брюсов Получается Из жесткой структуры И большой работой С подсознанием Да Но все-таки Брюсов может быть Ну Не надменно прозвучит Брюсов все-таки Как бы не дожжал Не дошел До вот этого Бессознательного То есть Мне кажется Современник Он может учесть Опыт тех течений Которые были до Заполнить и лакуны Между там Сюрреализмом И сегодняшним Слишком жесткий Слишком рациональный Для вас Слишком головной Мне кажется Елена Я вижу как это сделано И мне становится Неприятно Это не похоже Случайно На то Что вот Александр Сергеевич Который Пушкин Да До Брюсова Он в одной из Маленьких трагедий Там устами солиривает Музыку я разъял Как труп Да Брюсов как будто разъял А вот мне важно Не разъять Не убить Но внедрить То есть Это вот какое-то Такое Я даже не знаю Как это назвать Все Интрига создана Пожалуйста К стихам Потрясающе Ужасно интересно Нет Серьезно Ужасно интересно Что тут Несерьезно Еще как интересно Давайте зверя Препаривайте его Метод Такой Тогда Про зверья Про зверья Хотя бы все поняла Правда Я по крайней мере Оно еще родилось До Всей концепции Оно само родилось Или оно прям Садились и писали Ну Я его писал Но Вы его придумывали Или оно так раз Вылилось Это первое Мое стихотворение Которое Вот после Деревенского Цикла пошло Вот это Слом Слом поэтики И оно мне правда Нравится Мне кажется Оно удачное Я вижу в нем Вот пойманный момент Мне вообще нравится Такая Здесь такой пантеизм Да Вот это просто Все дышит Какая-то секунда Когда Пытаешься Всмотреться Не потерять Не отвести Глаза Не сморгнуть Когда во что-то Такое Вглядываешь Ты такое Предощущение Что вот сейчас Я увижу Что-то очень важное Там Саму механику Мира Увижу Сейчас я Вот у меня Откроется истина Вот И вот Очень острый Момент Описан С образом Зверя Ну Это в общем Не так Даже важно Каким способом Мне дорого В этом стихотворении Дорога попытка Изложить На бумаге Очень яркое Такое Пиковое Переживание Редко Неназываемое Редко Приходящее Вообще В жизни А можно Честно Технически Вот к строке Душицы Или хвои Как-то вот Немножко Прицепиться Что вы скажете Елена Она выбивается Из ритма Она такая Единственная Здесь Да И я тут Квадратными Скобочками Союз Или Отняла Да И как-то Прям запитает Души цехвои Медленно крадется Что нам скажет Купечество устами Ростислава Ну Любой сбой Это все-таки акцент То есть И вот это вот Вы хотели это сделать Да Вот это вот Я ждала Когда вы прочитаете Что это Я не могу узнать Что это за запах Вот Наверное Вот это Это пауза такая Ну как бы Да Перебирание Чтобы Бормотание Вот это И не потерять Этот момент Ускользающий И назвать Да что же это за запах Я не могу Никак его вспомнить И вот Как бы Ну мне кажется Это вот такими Формальными методами Достигается Конечно Акцентировать Короче сделано длиннее Ну короче Здесь не подходило Ну За уши Цепляется Потому что Слово медленно Да Оно совершенно Не ложится в строку Из-за этого Похоже Должно Цепляться За уши Нет Ну вот автор Нам это сказал Что просто Не должно Обязано Для этого Его сюда и поставили Этот союз Или Это еще с прошлой передачи Помните Говорить как дышать Вот Как легло Вот Оно Это ведь драматургия Дыхание Грубо говоря Вот Оно может так Повернуться Может так У нас же сбывается Дыхание Я просто ждала Как вы это прочитаете Вы очень хитро Прочитали Ну Ну все равно слышно Ну все равно На бумаге конечно Это минус Конечно Все равно слышно Я понимаю Так Ну что же Заветный зверь Заветный зверь Ворон Такой Вот ворон уже такой Прям не зверь Вот такой ворон Тут Нравится Не нравится Такой Кусочками такими Правда Из прогорклой ночи Обескровленной Вспоротым горлом Многовато Прям Густовато Слишком плотно Для того Чтобы увидеть А покаркать Вот Спрогорклой ночи Обескровленной Вспоротым горлом Ну как Это Эдгаропов Это вот Я понимаю У него-то там пожиже Ну А ну Я понимаю Звучит оно Хорошо Но Хочется же И того и другого Все же жадные Хочется же Чтобы и глазами И разумом Понятно И чтобы звучало И хочется же И идеального Да Такого Равновесного Гармоничного На четырех ногах Стоящего Совсем без ног Летящего Ну А тут так Перевешивает Скажите мне Елена Да Как надеть Хитоном Гиду Не знаю Я несколько дней Думаю об этом Не знаю Не знаю Все Вопросов больше нет Мне очень нравится Светящейся тьмой Выдаваясь Я прям нашла И И отметила И как-то У меня сознание Не отпускает Это место Про то Что вот бывает Тьма и тьма И так правда Иногда В черное Смотришь И видишь Это черное А вот это черное Это какое-то Другое черное Не то черное Которое Все Мне нравится Светящаяся тьма И я очень Мне кажется Это удачно Потому что Это Двумя словами Описана Не Блестящая тьма Не звездная А именно Чернота Которая В своей Абсолютной Черноте Начинает Уже Светиться Сам себя В арбалет Нагнетая Упрямым Вопросом Что ты Знаешь А завтра В рассвет Прорастая Белесый Я не понимаю Зачем Нужен кусок Нужен кусок Прорассвет Прорастая Белесый Я понимаю Это мифология Что ворон Искупит Как бы За то За что он наказан И станет белым Обратно А какая Он изначально А он А он себя Напрягает В арбалет Это очень хорошо Это прямо круто Сам себя Он так Нагнетает Он задает себе Эти вопросы Ворон Лирический герой Уже Не важно Тьма Вот это Не знаю Падший ангел Так с собой Обращается Не принципиально Но Пружина Стихотворения К финалу Действительно Как-то Натягивается Что ты знаешь А завтра В смысле Искупишь ты Или не искупишь Отмоешься ты Или не отмоешься Почему В рассвет Прорастая Чтобы наверное Ну может Красивость какая-то Чтобы не сказать Осветляюсь А сказать Это как-то Ну зеркально Что в рассвет Его делают белым Прорастает И рассвет При этом белесый То есть Не он белее Рассвет белесый Но он в него Прорастает Значит он тоже белесый Ну вот как бы так Чтобы не примитивным ходом Это сделать А вот Пространство Прям уже интересно Посмотреть Как бы это было Примитивно Прям Что ты скажешь Когда побелеешь Там посидеешь Или там Как-то так Так Мы плавно подошли К декабр Самому страшному Да То есть Ворон Это было только По началам Большого Дикобразного Пути Мне кажется Что есть Род стихотворений Которые Как бы Останавливают Попытку Пересказа Даже есть Такой Мне не кажется Что это хорошо Но я Понимаю Что это Такой Крен Специфический У ряда Авторов Заговариваться Во тьме Не пытаться Осознаться Не пытаться Понять Не пытаться Делать Интеллектуальные Стихи Как бы Просто пытаться Выбормотать Эту тьму Может быть В ней Там на дне Обнаружится Какое-то Истинное Какое-то Прозрение Какое-то Озарение Но В принципе Я правда Считаю Что любое Стихотворение Должно быть Возможно Пересказать Прозой Хотя Это Ну Неочевидное Мнение И Я в общем Готова К возражениям Потому что Тогда зачем Вообще Поэзия Если мы Можем Это Пересказать Прозой И зачем Тогда это Писать Стихами В чем Тогда Смысл Я могу Объяснить Зачем Это Писать Стихами Но Это Как с Библией Ее Можно Пересказать Быстро И просто А можно Сложно И глубоко Да Поплавать Вот этот Текст Я Быстро И просто Пересказать Точно Не смогу Из-за этого Мне сложно Его полюбить И как-то Присоединиться К нему И даже Запомнить Его Будет сложно Я скажем Буду помнить Что был Такой Автор На Передаче Немножко Напомнивший Мне Немецких Романтиков По Да И как-то Это Был такой Любопытный Метод И вот Вашу Историю Про Метод Я тоже Запомню А Стихотворение Не могу Сказать Что 4 дня Хожу И думаю Что же Все-таки Происходит В этом Тексте А я вот Хожу И думаю Именно Потому что Я слышала О методе И теперь Вот хочется Все-таки Спросить Ростислава Какое стихотворение Олицетворяет метод И которое Вы сочли Как вы Оно Оно Да Я угадала И оно вам нравится Безумно Это наверное Одно Единственное стихотворение Которое я в принципе Написал Вообще Ну мне так кажется Ну вот именно В смысле Если входить В историю Оставаться в памяти То именно вот им Ну это сильно сказано Для себя Ну то есть Это стихотворение Это вы Другие стихи Мне не доказывают Что я поэт А на это стихотворение Я его перечитываю И Меня отпускает Что бы меня не держало За горло Какая бы ситуация В жизни тяжелая Не была Я его перечитываю И Ну Оно очень глубоко Оно врастает До самых пяток Моего детства И И об этом Собственно Финальная астрофа Да Что как бы ни было Как бы ни было больно Какой бы шиповник Не раздирал Какие бы Репьяни От ней Не царапали Это все равно Шипы Вообще эти иглы Прошивающие всю жизнь Да Вот эта вот тема игл Жуткая И вот Ну как игла И как жизнь Да На кончике иглы Вот это Это и игла Из заветного зверя Которая в горле стоит Вот Все это Из пиццы Это грандиозно У вас большое будущее Потому что Вашей убежденности Может позавидовать Любой То есть Вы Нашли дорогу Вы на ней стоите И вам совершенно безразлично Что там Кто про эту дорогу Говорит Мне это очень нравится В принципе Да Она ваша Спасибо Это очень дорого Слышать Так Это просто словарные ошибки Которые Которые ничего Не развивают Изначальное значение Этих слов Не развивают Словарное значение Слов Не добавляют Употребимости Этим словам Это как лес Сверху Наполненное Но Характеристика полая К ней неприменима Просто В связи с русским языком Да Я понял Я понял Просто русский язык Он сопротивляется Здесь сильно Неприрученный Кусачий Колючий Говорит Нет Автор Нет Так вот Пожалуйста Написал С ним не договоришься Он иногда так ничего И разрешает себя Против шерсти Очень иногда Его надо долго убеждать Иногда не очень Хороший Здесь все В середине Может быть Если у вас Правда Есть какая-то Сетка Решеткой Композиции Стихотворения Это интересно Сейчас попаду я в нее Или нет Как будто кульминация У меня в стихотворении Здесь Там не слышно Во тьме И в тепле Зарождается связь Душной прелости С тонким хитиновым Слоем И древней Угу Попали Или не попали? Вот Здесь Из-за Из-за Дыхания Звука Слов И вообще Смысла Что там Вот что-то С чем-то Пытается Смешаться Что-то Синтезируется Сейчас Одно Другое Врастет И какие-то Ну вот Буквально Не знаю Химия Химия такая Начинается Ужасно Захватывает И У меня было Субъективное Впечатление Что Сейчас начнется Сейчас что-то здесь Произойдет Такое прекрасное С стихотворением Что мне все Соберет Объяснит И будет очень здорово Но потом Как будто Ослабевает Вот это Напряжение Этих двух Отличных Строчек Оно Начинает Разваливаться И древний Беспробудный Ну ладно Хорошо Переживем Еще одно Прилагательное Еще одно Определение Беспробудный Как птичьи Останки Ничьей Головой Определение Сравнение Определение Голова Ага Душная Прелость И Тонкий Хитиновый Слой И Беспробудная Ничья Голова Возвращаемся Как птичьи Останки Беспробудный Как птичьи Останки Окей Беспробудный Как собачьи останки, древние беспробудные как кошачьи останки. Меняется что-нибудь? Нет. Зачем здесь слово птичье? И начинает сыпаться. Понимаете, что я имею в виду? Ну, птичьи, в смысле, как самые древние из живых существ. А что, они рыбьи тогда? Ну, я птичек больше люблю. Тогда уже не самые древние, а самые любимые живые существа. Я понял, я понял, почему вы. Да, то, что необязательное слово, да, и там может быть что угодно, и зачем тогда необязательным заполнять пространство? Почему птичьи останки еще с древними как-то, ладно, ну, действительно, череп такой вытянутый, так страшно это выглядит. Ну, это без пробудности. Ну, никакие непробудные. Понял, понял. Они никакие непробудные. Черепашки тоже будут непробудны. Любые останки. Я понял, да, необязательная такая вещь. Да, и вот из-за этого начинают теряться вот это напряжение. Дальше мне опять нравится, потому что, когда оказывается, что эта голова, она там чем-то еще наполнена, сама по себе голова чем-то наполненная, это тоже хорошо. Но процесс их синтеза с хитиновым слоем и с душной прелостью уже утрачился. Ну, она в муравейнике. А прелость почему? В муравейнике нет премии, там активная жизнь горячая. Пошел урок биологии, так. Ну, мы же хотим идеальный метод, который будет создавать идеальное стихотворение. Оно же из чего строится-то? Из вот всякой-всячины? Наносится и устраивается. Но самого эффекта премия там нет. А в муравейнике. Кто-то сейчас из зрителей нам говорит, учите матчасть. Вот положено в таких случаях говорить про матчасть. Если про головное понимание, то тут, конечно, проблема. На самом деле мы глубоко уже вот вошли в этот муравейник. Финал отличный, надо сказать, да, последний, что вот с этой пальцы стучатся в смартфон, а с той стороны вырождение жизни происходит, она пытается вылезти из экрана тебе навстречу. Это хорошо. Я согласна. Вот со смартфоном здесь, да. Буковки, как муравьи. Душная прелость. Интересно, что у Юлии Шокова, помним, да, там муравьиный брай. Да. Ой, там столько у нас пересечений. Боже мой, я почитал ее подборки там, на том сайте, на том сайте. Замечательно. Ты стрекоза это. Ой, как трудно будет нашим зрителям. А как интересно будет. Ой, как будет им интересно. Так, ну для того, чтобы им стало интересно, мы все-таки должны как-то подытожить все, что услышано было, да. Ростислав, ну скажите нам что-нибудь. Пом-пом. Ну, по подборке. Вы тут вас немножко обижали, нет? Нет, вы меня совсем не обижали. Вот я почему-то даже думал, что сейчас надо как-то вот сейчас очень доброжелательно все. Вот за это огромное спасибо. Когда вот можно поговорить о стихотворении, развернуть его, свернуть обратно, препарировать, как вы сказали, это вот дорогого стоит. Не с каждым так можно посидеть. Не каждый автор, знаете, на это пойдет, поэтому вам огромное спасибо, что вы поддержали и смогли. А то там деревенская лирика, как бы она понятна там. Это просто, это не прыжок, а это, я могу сказать, это космическая дистанция от той подборки, Совсем другое, да? Это просто другое. Вот то было, как это, серьезные стихи, начал писать серьезно, да, а теперь вот начал писать ответственно, с пониманием цели и задачи. А на самом деле правда. Я потыкала же, да, в разные места, в разных стихотворениях, и Ростислав ответил за каждое слово. Правда ответственно. Ответственно, безусловно. Правда, про каждое слово может сказать. Главное, чтобы мы угадали, какое стихотворение у нас вот на пересечении этих кругов, которые вам так изящно нарисованы, кто там у нас сидит. И то, что заветный зверь, конечно, выбивается из всего, это тоже было заметно. Ну и общая драматургия тоже, то, что первая подборка как бы теза, это как антитеза. А все остальное зависит от зрителей. А сенсии, это сенсии. В смысле общая драматургия вашего присутствия в конкурсе? Ну, здесь или где-либо, в принципе, в записи какой-то. Я такого не видела раньше. Чтобы все участие в конкурсе было расписано. Смотрите в следующей серии. Это уникам. Просто это уникам. Возможно. Если нет, то это, в принципе, точка, которой я очень доволен буду. Некрасно. Поэтому вот, наверное, в этом перфекционизм технолога заключался. Чтобы и так можно закончить, и так, и сон будет крепким все равно. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ростислав, огромное спасибо за участие. Я думаю, что все захватывающе совершенно, да, вот все это разворачивалось, все следили с неослабевающим вниманием. Друзья, теперь мы с Еленой, как уже традиционно у нас сложилось, поговорим тет-а-тет. И сейчас вы услышите все то, что не услышали до этого. Ну что же, мы одни. Как-то даже жалко. В этот раз как-то, да. Авторы просто огонь. Да. Ну, четвертьфинал. Да. Совсем не может быть лишних. Людей не бывает. Я что хочу сказать. У меня подборка была высказываний о стихах Юлии, о стихах Ростислава. У каждого, за каждым из них сильнейшая команда поклонников. И там такие люди, и там такие имена, и там такие высказывания. Как бы высказались вы, Елена? Хочется дополнить эти подборки таким кратким резюме от критика. По поводу авторских путей? Путей, стихов, подачи, всего чего угодно. Вот вы прослушали, прочитали. Мне очень импонируют оба автора, правда, убежденностью своей, сосредоточенностью, убежденностью и таким каким-то осознанным вниманием к тому, что они делают. Поиском своего голоса, важностью того, чтобы вот сказать именно так, как я говорю, как я считаю нужным, как я пытаюсь сказать. Оставаться в своем лексиконе, оставаться в своем методе. Нам же ведь это и Юлия говорила, и Ростислав. Это правда вызывает много уважения, доверия очень много, потому что можно идти не туда, важно идти и понимать, где ты. Можно менять путь, поворачивать. Мне показалось значимым таким, что у них есть поклонники, а как будто им это дорого и ценно, но важнее оставаться собой. Их выбор такой в пользу собственного представления о том, как хорошо, как плохо, как они хотят делать, к чему они стремятся. Может быть. Ну, вообще, читатели же не глупые люди. Хорошие стихи. Хорошие стихи все равно находят своих поклонников. Я хотела сказать, вряд ли это попсовая поэзия. А с другой стороны, у нее все равно будут поклонники и кто-то, кто полюбит и услышит. Это такие авторы, за развитием которых действительно интересно. Вот, наверное, это самое важное. Да. И немножко жалко, что они в одном четвертьфинале, ну, что это игра на выбывание. Безумно жалко, при том, что они работают, ну, в общем, в одном поле, ну, в близком поле, скажем так. Да. И у них у обоих есть, ну, подборки оставленные на случай полуфинала и на случай финала. И страшно интересно, какие туда вошли стихи, как это должно выглядеть, чтобы именно увидеть всю конструкцию присутствия в турнире для каждого из них. Как-то же они распределяли свои стихи по всему турниру? Ну, Юля тут скромно сказала, «Да нет, я так особо не думала». Ну, конечно, мы знаем, что она думала. Мне кажется, это невозможно не думать. Я думаю, думаю, что думали. Да. Я думаю, что просто невозможно не просчитывать, что будет, если я выиграю этот тур, что я тогда покажу в финале. Ну, это просто... Ну, люди разные задачи перед собой ставят. Да, есть те, для которых просто выступить, это уже, да, это уже, собственно, цель. Больше ничего не нужно. Ну, конечно, такие сильные авторы, авторы вот именно осознанные в первую очередь, ну, конечно, они думают по-другому. Ну, лучше не скажешь. Действительно, Елена подытожила все, что мы слышали. Я думаю, что неважно, как сложится у нас голосование, кто выйдет. Дальше в полуфинал. Сам четвертьфинал, вы знаете, это как в футболе бывает, вот сильные команды встретятся на ранней стадии, да, и все. Ну, вот бывают такие досрочные финалы. Я скажу, что очень здорово, что мы вообще услышали этих авторов, что они вместе у нас сегодня были здесь представлены. Я думаю, что вам, друзья, тоже будет интересно не только посмотреть за их турнирной судьбой, но и читать дальше их стихи. Елене Пестеревой, огромное спасибо. Это феноменальный, интересный разбор. Точность, внимание к деталям и вот это умение показать всю подборку как нечто цельное, да, с критической точки зрения, это просто бесценно. Такие подборки, не каждую подборку можно преподнести. Правда. Мне кажется, для вас ничего невозможного нет в этом смысле. Вот, напомню, друзья, напомню, что сегодня у нас были Ростислав Русаков и Юлия Шоков. Голосуйте, читайте, надеюсь, что их подборки на их страницах уже размещены. Вот, ну, а мы прощаемся с вами. Критиком сегодня была Елена Пестерева, передачу вела Елена Албул. Пишите стихи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова